Лучший слесарь среди школьников. В Вологде прошел конкурс профессионального мастерства. Его организует Вологодский промышленно-технологический техникум уже в десятый раз. Участниками стали ребята из 11 школ города. За ходом соревнования наблюдала и наша съемочная группа. Нам дали вот такую заготовку из такой заготовки. Вот примерно вот такая должна получиться. Но здесь еще не хватает резьбы и пролезы. Работа сложная и точная. Важно выточить деталь миллиметр к миллиметру. На конкурсе профмастерства только лучшие школьники города. Это ребята, которые умеют работать руками и знают, как пользоваться инструментами. Нужен хороший галонер. Умение пользоваться различными милительными инструментами. И это еще не все. Конкурс включает два этапа. Первый – практический, где школьники должны изготовить детали. А второй – теоретический. Теоретические вопросы будут отличать. Вопросы нескольственные, но требующие определенных знаний в способах изготовления и права пользования инструментом. Вот конкретно по этой детали. Профессиональные соревнования проходят на базе Вологодского промышленно-технологического техникума уже в десятый раз. В этом году в нем принимают участие ребята из 11 школ. В основном седьмых-девятых классов. Слесарная работа очень нравится. Собираюсь поступать в этот техникум на сварщика только. Я хочу работать, можно сказать, больше руками, чем головой. Это такие профессии, как слесарь, сварщик, токарь. Именно с такой целью привлечь внимание вологодских школьников к рабочим профессиям и проводится конкурс. Так же, как и серия других проектов, которые реализуют в Вологде городские власти. Сейчас специальности, которые можно получить в промышленном техникуме, очень востребованы. Поэтому конкурс не только соревнования. Ребята смогли изнутри познакомиться с учебным заведением. Профессия слесарь, которая имеет несколько квалификаций. Слесарь механо-сборочных работ, слесарь ремонтник, слесарь инструментальщик. Они все полностью востребованы на рынке труда. И поэтому сегодня у нас присутствовали работодатели, присутствовали представители союза промышленников, предприниматели. Они действительно подтвердили наши слова, что эти профессии очень необходимы и в городе, и в области. И в планах техникума на следующий год провести еще один профориентационный конкурс уже по профессии станочник. Чтобы вологодские школьники смогли попробовать свои силы и на этом поприще.